я приветствую всех на канале QS английский язык с вами Олег Иванилов у микрофона и мы сейчас буквально за краткий промежуток времени попытаемся охватить схему мысления по-английски схему того как вы выражаете свои собственные мысли а не следуете вот таким вот шаблоном которые содержат в себе какие-то детали в которых якобы вы не можете разобраться и на всякий случай зазубриваете их и так далее этого в моем обучении нет здесь есть только чистая логика которая у вас была всегда с вами логика воспитывалась с детства и этой логике есть собственно все дороги которые ей открыты и если мы будем подсчитывать времена то скорее всего вам надо не мой курс купить а калькулятор citizen какой-нибудь там или воспользуйтесь калькулятором онлайн сколько времен в английском языке это очень глупый вопрос для очень недалеких людей потому что времена это уже научная фантастика да если бы она была научная то есть мы воспринимаем время как такую вот дорогу которая заранее для нас выстроена на этой дороге мы совершаем какие-то события на или планируем совершить какие-то события или мы говорим о собственном могуществе совершить эти события я могу совершить события я умею совершать события или я бы их совершил это событие это вот это уже такие вот мысли на предмет того что теоретически может быть на быть отвечает на вопрос что делать такой извечный наш вопрос что делать когда мы говорим о реальных событиях этот вопрос как правило не затрагивает все основное то есть потому что реальные события отвечает на вопрос того настоящего прошлого и будущего которые реальны то есть что делаю в реальности что сделал в реальности или что сделаю в реальности линий времени дороги времени то есть мы представим себе что существуют действительно времена какие-то там коли времена мне читатель但 все вenden со словом стремена какие-то там так бы то есть вам говорят я вам сейчас тремя это продам чтобы объездить такую вот лошадь которая стоит памятник петру первому в санкт-петербурге допустим вот есть лошадь как она стоит и никуда не движется например так и медный всадник да это обездвиженная картинка которая никогда не будет работать то есть у этого всего нет главного такого драйвера движения для того чтобы он появился необходимо мыслить трехмерно как мы видим этот окружающий мир он для нас не плоская картинка с последовательностью каких-то слов которые надо обязательно запомнить воткнуть себе в голову якобы это будет там так вот долго продолжаться то есть говоря о реальных либо в событиях либо нашему отношению к событиях модальному отношению оттеночену отношению то есть подсвечивающим отношения вам следует сделать давайте сделать это не реальное событие а так потенциальной реальные события потому что отвечает но на вопрос что делать и настоящего Прошлое и будущее вы в этом не найдете Когда Сделать Может стать Делаю, сделал и сделаю Быть может стать Являюсь, нахожусь, был и буду Иметь Может стать Какую-то мысль о наличии Наличии вещи Наличии Такой же задачи сделать Я имею такую задачу под названием Сделать Как вам говорят Надо I have to произнести А потом инфинитив Без частицы А почему без частицы Вернее без предлога направления Почему Ведь из наших слов Которые заканчиваются на Мы не убираем Мы же не говорим Дело вместо делать Делаю вместо делать Я хочу что-то сделать Это ваше желание Но оно сейчас не является реальностью Это не в настоящее время Хочу Это в настоящее время А сделать Это никак не в настоящее время Это направление К событию Действия Я хотел что-то сделать Хотел это действительно прошлое Потому что ваше желание находится В настоящем или прошлом Хочу или хотел А вот сделать Это всего лишь Такая вот Своего рода Запланированный Такой скетч Мечта Это еще не реализованный эскиз Вашей мысли Которая Просто подтягивается К этому действию Но это действие Как только оно начнет быть настоящим Вы его увидите Первой формой Чистой Без всяких То есть I want to do I wanted to do I will want to do I would like to do Я бы хотел сделать Ну как мы говорим Не I would want to do Хотя вы можете и так сказать Это не возбраняется Просто более Форма такая вот Я бы лайкнул Не картинку А сделать что-то Я бы лайкнул поехать куда-то I would like to go somewhere I would like to say something I would like to download this file Скачать этот файл I would like to Очень много всяких I would like I would like в дальнейшем I would have liked в минушах Почему have? Не потому что это вспомогательный глагол А потому что Все глаголы в английском языке смысловые Если мы говорим Я бы сделал И в английском это выражается I would do Какое-то там Сослугательное первое наклонение Сослугательное второе Subjunctive one Subjunctive two Знаете Слишком много цифр На самом деле Все зависит от того Где это Впереди от вас И это еще можно реализовать Или позади от вас Вы просто пересматриваете События минувшего И тогда вы говорите Не я бы сделал Потому что делать уже бесполезно Если вы пересматриваете события вчерашнего дня Например Я бы позвонил куда-нибудь вчера Я бы позвонил в Чикаго вчера Мы говорим Нет Я бы позвонил В мыслях совершенно другое Понимаете А я бы имел сейчас В копилке моих Всех действий Предыдущих действий жизни Которая всегда со мной Эта копилка Она слева Это такое вот Зеркало заднего вида Регистратор В котором Который хранит в себе Все файлы Уже записанные вами На протяжении Вот этого вот Движения По линии времени И до сих пор До До Текущего момента И конечно Я бы Сделал После бы Когда употребляется Сделал Это русский язык Я бы Понимаете Вот Буду Это фантастикой Да Само по себе Пока что Пока она не стала реальностью Я бы То есть человек Что-то решил сделать И говорит Я бы сделал Это дело Какое-то Да I would Do Но когда он Пересматривает события минувшего Он не мечтает О дальнейшем Потому что Как это Я бы сделал это В будущем Но вчера Я бы имел сейчас Ну я не знаю Какой-то предмет В руках Я не знаю Телефон Зажигалку Эту I would have Я бы сейчас имел Вещь Нет Я бы сейчас имел Уже сделанное Позади Уже сделанное Это что у нас Это третья форма глагола Perfect Называемый Что такое perfect Это уже сделанное К моменту Представьте Вот момент Настоящего времени Уже сделанное Подводится К этому моменту А все что касается Этого момента Своей точкой Завершенности Не может быть В прошлом Потому что Все что Касается Настоящего Вот вы Идете по дистанции Это с 10-100 метров Например И вы пробегаете Пятьдесят И говорите Я пробежал Ну как Вы же не в прошлом Пробежали А к настоящему моменту Ну как К настоящему моменту Сказать Я пробежал В прошлом Каком прошлом То есть Есть минувшая До этих 50 метров До середины Вашего отрезка 100 То есть Мы можем Измерить Не прекращая Бежать И сказать Я имею К настоящему моменту К этому Я имею Уже сделанными Какие-то Телодвижения Я имею Уже покрытым Половину Дистанции Я имею Уже Выполненным Какое-то Половинчатое Половину Этого действия Можно сказать Я выполнил В прошлом Половину Этого действия Так Там Вы его Половинчатыми Оставите Но К прошлому Моменту Я имел Уже Скажем I had run 15 метров I had run Half a mile Пол мили Half a километр И так далее А сейчас К настоящему Моменту Вот Посмотрите На свою жизнь Это тоже Отрезок Например Но для вас Сейчас Это луч Для всех Живых Людей Это луч К настоящему Моменту Мы не можем Сказать Что я Прожил Эту жизнь В прошлом Допустим Нет Я опять же Привожу пример Цифры Для меня Вообще Значит Может быть Только Раз два Три Один Начальное Как бы Где мы Чувствуем События Земля Под ногами Вторая Форма Это там Где мы Его Не чувствуем Но Можем Вспомнить В архиве Прошлом Вторая Форма Это Прошлое Настоящее Это первое Когда я Говорю Что я Имею Прожитым На этой Земле Уже Какое-то Количество Летом Месяцем Дней Секунд То Это Не Прекращается Это Продолжает Бегаться Вперед Как Настоящий Момент Он Как Сканер Он По Линии Времени Зарария Выстроенная Для нас Идет Как Вот Автомобиль Идет По дороге Он Не Выстраивает Дорогу Дорога Уже Выстроенная Для автомобиля Так же И мы В нашей Жизни Мы Имеем Что-то Сделанное К настоящему Моменту Я Что-то Сделал В прошлом Извините В прошлом Это же На расстоянии От настоящего Момента Как же Мы К настоящему Моменту Подгоним Грузовик Который Находится В Вчешнем Дне То есть Я Вчера Сделал Поэтому А Сегодня Я Уже Имею Сделанное То Что Продолжается В этом Году Допустим В этом Году Я Я Не Ездил К Море Я Не Был У Море Мы Скажем В Этом Году Я Не Имею Съезженным К Море Это Будет По Английски Эти Мысли Не Дублируйте По Русскими Словами Но В Английском Языке Это Так же Естественно Как Ходить В Дверь А Не В Окно То Этим Наличием Сделана Очень Много Связана Потому Что Вы Скажете Как Я В Исходнике Русских Глаголов Смотрю На Него Я Уже Сделал И Вижу Сделал Л И Л Свидетельство О том Что Это Прошедшее Время Почему В Английском Это Не Прошедшее Время Потому Что Уже Сделал В Английском Выражается Как Имею К Настоящему Моменту Те Касающие Того Момента Я Имею Пробеган Эту Дистанцию Наполовину И Не Остановлюсь Эта Точка Эта Она Идет Вперед И Увеличивает Отрезок Который Вы Имеете Уже Покрытым И Уменьшает Отрезок В Этому Допустим В рамках Этого Дня Который Еще Продолжает Увеличивать Этот Ответ Точка Разделяет Есть Такая Точка Разделяет Текущий День На Все Более Увеличивающийся Фрагмент Уже Сделанного В этом Дне И На Оставшееся Время Я говорю Не времена А время И Это Естественно Время Это Просто Фактор Читать Не может Например Одновременно Находиться Здесь И Там Там Это Практически Перечеркнуто Здесь Вот Not Here Это Здесь Здесь И Сейчас А там Это Где Меня Уже Нет Так Как же Мы К настоящему Моменту Подведем Итог И Вернемся В воспоминания Какие-то В воспоминаниях Нет Постоящего Момента Текущей Даты Текущей Текущего Момента А почему Текущего Потому что Время Течет Как Вода То есть Это Не Камешки Которые С неба Падают И Говорят О Еще Одна Секунда Прошла Пометь Себе Где-нибудь Запиши Вот Так Записывать Можно Вечно Можно Записывать И Что Вы Пометь В результате То есть Я Преследую В моем Курсе Практическом Английского Языка Самую Главную Задачу Если Задачи Ставятся Где-то Добиться Целей И так далее А не Пишут В своих Тетрадках Перед Уроком Готовятся У меня Уже Есть Схема В голове И Она Зависит От Нашего Взаимодействия Как Я Могу Учитывать Ваше Взаимодействие Со мной Я Могу Только Прогнозировать I Can Only Forecast The Line You Are Going To Provide Our Lesson With From Your Side Я Лишь Консультант А драйвер Движения Это Вы Изучаете Этот Язык Через Практическое Использование Если При Этом Мы Делаем Логические Ошибки То Логика Не Договориться С Долговременной Памятью Это Все Вот Это Чепушение Забудет Ваше Долговременная Память Она Просто Не Примет Это Она Все Скажет Вот Там Сквозняк Есть Проходная Пришли Отметились И ушли Наши мысли Чтобы Создать Опыт Чтобы Создать Вашу Самостоятельность Необходимо Сравнить Самостоятельность По Английскому Например В данном Случае Ну В рамках Моего Предмета И Самостоятельность В рамках Вашего Языка В котором Вы уже Умеете Это Делать На автомате Вы умеете Автоматически Быстро 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 Нажимать На кнопки Этого Коммутатора Вот Как мне Стоит На 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 Прошлом И Лучше Не Задумываясь В английском Происходит Так Сначала Логика Потом Постепенно Постепенно Логика Сужается До Маленькой Искорки Такой В вашем Ображении Которая Включает Необходимый Тумблер Такой И Фраза Уже Наработанная Она же Только Первый раз Состоит Из каких То Слов В идеале Это Видение Картины Происходящего То Что Произошло Или Наличие Уже Сделанного Или Вашего Состояния Когда Вы Являетесь Идущим Что-то Сделать Допустим Я Собираюсь Спрыгнуть Допустим Через Какую-то Планку I'm Going Я Есть Идущий Приближающийся К Чему К Действию Jump То Я Going To Jump Представьте Прыжок Это Например Какое-то Допустим Какое-то Здание На какой-то Улице То есть Вы скажете I'm Walking To That Building Я Есть Идущий Ногами К Этому Зданию Здесь Я Есть Двигающийся I'm Moving To Do Something I'm Moving To Do Не Говорят I'm Going To Do В Сокращении I'm Going To Do I'm Gonna 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 Do Вот Такие Вещи Появляются Тоже Такие Сократительные Они Несколько Упрощают Речь Немножко Но Тем Не Менее Такой Грамматический Девайс Есть И Это Не Просто Вот I Got It I Got It Я Понял Тебя Можно Запомнить Присвоить Ему Я Понял Присвоить Дублера I Got То Мы Понимаем Что Собеседник Хочет Текущую Реакцию Узнать Мы Говорим Не Я Понял А Я Понимаю I Understand Ведь Когда Вы Не Понимаете Вы Говорите I Don't Understand I Don't Catch You I Can't Catch You Не Могу Понять Вас Не Могу Сейчас А Не Не Мог В Прошлом Зачем Вы Будете Говорить Я Понял Если Вы Видите Может Быть Этого Человека Первый Раз Это Очень Важно Логику Воспроизведения Всех Мы Понять Всех Именно Что Делает Обычный Преподаватель Английского Языка Или Вот На своих Курсах Там Существует Там Школа Известная Какая-то Онлайн Что Чем Занимается Эта Школа Администрированием Она Она Говорит Я Я Для Вас Все Планы Подготовил Урок Вы Специалист Вы По Этим Планам Работайте И Все По Нашей Якобы Там Методике И Как я Могу Работать По Вашей Методике Если Она Провальная Вот Заведомо Просто Даже Потому Что Там Существуют Вещи Которые Мы Делаем Просто Для Того Чтобы Потратить Время В Нашем Курсе Время Это Ценный Ресурс Практически Топливо Это Ну Скажем С Присадками Вашего Энтузиазма И Оно Превращается В Опыт Только Благодаря Нашему Взаимодействию На основе Того Как Я Вижу Ваше Видение Английского И Насколько Оно Скорректировано С моей Стороны Как Направить Вас В Систем Мышление Самое Главное Ошибки Которые Делают Буквально Повсеместно Все Они Говорят Я Вас Научу Делать Настоящее Прошлое И Будущее Во Всех Временах Во Первых Чушь Вообще Сама Себе Противоречащая Во Первых Жизнь Одна Например И Линия Времени Она Тоже Одна Вы Не Можете Одновременно Находиться Вот Например В Этом Дне Этого Месяца Этого Года И В Другом Одновременно Вас Там Нет В Прошлом Будущем Сейчас С точки Зрения Текущего Обзора Она Никогда Не Меняется Точка Обзора И Нет Возможно Это Терминология Ну Некотор Говорит Суто Подцепился К Этому Термину Времена Он Удобный Да Это Со Временем Связано Ну Хорошо Но Вы Не Называйте Себя Автомобилем Если Вы Едете По Дороге Или Вы Не Называйте Себя Дорогой Или Ваши Действия Не Называются Дорогами Вперед Дороги По Которой Вы Едете Все Должно Иметь Свою Партикулярность Свою Четкую Some Certain Explanation What It Means И Тогда Если Мы Назначим Каждый Элемент А Их Не Так Много Их Очень Мало На Одном Листке А4 Формата Можно Выразить Элементы Я Вас Уверяю Очень Крупным Шрифтом И Свести В Единую Картинку То Есть Картинка Структуры Да У меня Есть Одна Всего Лишь Таблица Которая Это Не Таблица Это Просто Мы Сегмент Мы Можем Разделить Круг На Четыре Части И Каждая Из Них Все Рано Будет Своим Центральным Углом Касаться Точки Текущего Обзора И Я Делаю Это Через Задачи Допустим Если У человека Нет Плана Что То Сделать То Он Это Никогда Не Сделать В Будущем Никогда Не Делает В Настоящем И Никогда Не Делал В Прошлом Я Имею В Задуманное Если Это Действительно Под Контролем Так Я Почему Говорю Тот Кто Является Предполагаемым Что То Сделать То Есть Люди Предполагают Что Человек Что Сделает А Он Является Предполагаем С С Вот Быть Сделать И Иметь Это Главное Что Надо Тренировать И Только Потом Когда Задача Уже Находится В Стадии Хорошая Тренированность Например Я вам Говорю Допустим Написать Вы Говорите Тирайт Я вам Говорю Уже Написать Как Будет Вы Пытаетесь В русском Языке Знакомое Слово Из Исходника Русского Языка Применить И Русский Язык Калькировать На Английский И Вы Говорите Already To Write Или Already To Write Там Already Раскачивающиеся Даление Такое Swinging Stress И Если Мы Скажем Это Русскими Русским Смусом Выражения Ну Может Покажется Это Любопытным Потому Что Они С Этим Каждый День Не Встречаются И Я имею Относит Леизг А с Которым Вы Заведете Беседу Но Их Внимание Будет Отвлечено На То Как Вы Это Выражаете И Вы Главную Цель Вашего Разговора Потеряете Обязательно Скорее Всего Есть Такие Иммунитетные Такие Моменты Когда Иммунные Которые Человек Останавливают От Глубокого Анализа Собеседника И Ему Главное Выполнить Главную Задачу Но Вы Понимаете С Каким Качеством Она Будет Выполнена Если Нет Задач То 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 Реализованной Так Вот Уже Написать Это Будет Не Уже И Слово Написать Не Already To Write Мало Того Что To Write Вообще Если Мы Скажем To Already Write Уже Писать Как Б Например He Already Writes Letters Маленький Маленький Ребенок Он Уже Пишет Письма Или Буквы Все Это Letters Литера Это Другое Подводя Итог Мы Скажем Уже Написать To Have Written Иметь Уже Написано To Have Written И Что Происходит Дальше Ритм Никогда Не Будет Меняться Потому Что Третья Форма Укагола То Перфект Не Бывает Настоящим Прошлым Будущим А Вот To Have Бывает Становится Как Задача Реальностью I Have К Настоящему Моменту Подводя Итог I Had К Прошлому Моменту Подводя Итог Я Имел Что То Уже Написано I Had Written I Have Written И I Will Have Written Но I Have Written I Had Written И I Will Have Written Я И И Буду Иметь Написано I Will Ведь Это Тройственность Какая То Мы Не Можем Одновременно Подвести Итог Настоящему Прошлому И Будущему Есть Разные Точки То Что То В перспективе Что Воспоминание А Что Касается Настоящего Момента Так Вот Как Мы Как Нам Быть Как Нам Оттренировать Что То Общее Что То Связывающее И Настоящие Прошло И Будущее Потенциале Мы Тренируем Задачу Да И Все То Есть Если Вы Скажете Уже Побыть Дома Там To Have Been Home Или To Have Been At Home Уже Побыть Дома Скажем Уже Купить Билет На Самолет To To Have Bought An Air Ticket А Нет Already To Buy An Air Ticket Уже Покупать Билеты На Регулярной Основе Вы же Не Это Хотите Сказать Например Ждать Это Будет Быть Ожидающим Точки Времени Или Ждать Обычно Каждый День Либо To Be Быть Waiting Ожидающим Например Отдарся To Be Waiting Станет I Am Waiting I Was Waiting I Will Be Waiting И Далее Если Мы Скажем Уже Подождать Уже Прождать Два Часа Мы Скажем To Have Waited Two Hours To Have Waited For Somebody For Two Hours Там For В течение Какого-то Времени Только А у Нас Прождать Два Часа Но Мы Ж Два Часа Ждем Два Часа Привет Ты Пришел Нет И Поэтому Вот Эти Вот Часто Сокращаются Данной Конструкции Но Это Частности Опять же Если Есть Задача То Ее Можно Тренировать Не Углубляясь В Разветвление В Настоящее Прошлое Будущее Например Такая Задача Допустим Как Уже Побыть Вызванным По Телефону Это To Have Been Called Смотрите Уже Побыть Вызванным По Телефону Двенадцать Слогов Да А у них To Have Been Called Четыре Уже Побыть To Have Been Как Уже Купить To Have Bought Уже Позвонить To Have Called Уже Побыть To Have Been Каким Вызванным Вызванным Отвечать На вопрос Какой Давайте Настоящее Или Прошлое Или Будущее Попробуем Ввергнуть В эту Фору Вызван Нэнный Видите Два Н Это Признак Того Что Это Татья Фору Подверженные Действию Called Обычно Я являюсь Вызванным I Am Called On The Phone В прошлом Был I Was Called Мне Позвонят Я буду Вызванным I Will Be Called Видите Вызванный Не Меняется Третья Форма Никогда Не Является Событием В Отвече От Первой Второй Которые Отвечают За Настоящее И Прошлое С Отвече Я Вас Сейчас Не Учу Английскому Я Просто Позволяю Вам Заглянуть На Эту Территорию И Понять Для себя Насколько Это Обучение Отличается От Следующего Я Сейчас Вам Немножечко Процитирую Примерный Стереотип Того Что Вы Скажем Можете Встретить На Урок Грамматики Так Называем Грамматика Потому Что Это Не Грамматика То Что Преподается Как Правило Как Положено И Вам Говорят Здравствуйте Мы Сейчас Будем Английский Язык Изучать Так В прошлый раз Мы проходили Алфавит На котором Никто Не Говорит А Теперь Мы Будем Проходить Present Continuous И Present Simple Хорошо Нет Continuous В следующий раз Мы его сравним В следующий раз С Simple То есть На основе Сравнения Происходит Любое Обучение Но Я Вам Это Потом Скажу Когда Нибудь То есть И Вам Показывают Монокартинку Такую Вот Это Present Simple Это Одно Из Времен Вам Надо Здесь Употребить Первую Форму Там Кстати Не Самый Плохой Случай Да А Past Simple Это Вторая Форма Какая Форма Какая Школьная Форма Вы Взрослый Человек Вам Хочется Общаться С Людьми За Рубежом Да Общаться На Полноценном Уровне А не Залезать В угол Переводчика И Упражнять Пальцы В Копи Пасте В Этой Вообще Да Вы Хотели Бы Просто Обмениваться Репликами Без Установки Как Любой Программы Говорить Не Через Алису Там Не Через Какую Нибудь Еще Там Сири И Так Далее Вы Хотели Бы Это Делать Самостоятельно А Почему А кто Мешает Да Есть Способ Один из Способов Да Один Способ 15 лет Изучать Неизучаемое Как бы Попытаться В голову Впихнуть Не Не Упихиваемое Вот Я не буду Эту Шутку Продолжать Но Делать Бесполезную Работу В течении Долгого Времени В надежде Получить Какой-то Хороший Удовлетворяющий У вас Результат Можно Долго Например Лезть На гору На которой Якобы Находится Ваш Ковчег Какой-то Ларец Со спасением Каким-то Можно Долго Лезть На эту Гору Рядом Есть Какой-то Такой Холм С Конкретными Ступенями По которым Можно Пройти Комфортно Не используя При этом Альпинистское Снаряжение Клаймбинг Эквипмент И все Такое Вы В данном Случае Не лезете За Несуществующими Вещами Есть такой Фильм Вот Водный Мир Помните С Кевеном Костнером Где Была такая Плавучая Баржа Это Все Затопило Весь Мир Где-то Там Только Один Остров Я не знаю Каталина Какая-то Появилась И Когда Все Это Океаны Кругом И они Все На лодках То есть У этого Костнера Уже Жабы Выросли Какие-то Там Мутант Такой Он Сталкивается Шайкой Очень Большой Общины Понимаете И В этой Общине Есть Такой Лысый Человек У которого Пэтч на Глазу Пэтч 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 Это Кладка Такая Как В общем-то Накладка На глазу Что-то У него С глазом Это Тот Лысый Человек С накладкой На глазу Каждый Раз Когда Чувствует Волнение Общественности Он Выходит На Такую Трибуну Этой Баржи Плавучей Такой Бабаншой И Всем Своим Людям Говорит Я Знаю Что Где-то Есть Терра А Сейчас Ну Все Такие О Терра Терра А для Них Это Миф Они Не Видели Землю Никогда Они Родились На Плавучем Судне Говорит Я Знаю Что Где-то Есть Терра И Он Рассказывает Им Сказки Про Эту Терру Хотя Он Сам Эту Терру Он Понимает Что Он Пудрит Мозги Да И Вот Вы Понимаете В чем Я Хочу Все Это Сравнить То Есть Такой Английский Язык В стиле Общанка Сэр Который Пестрит Стереотипами Эти Стереотипы Вы же Знали Об этих Стереотипах И Сейчас Мы Будем Изучать Да Мы Еще И Термин Дадим Каждому Стереотипу Он Говорит Есть Где-то Терра Есть Там Сомневающиеся Но Быстро Успугает Ты Что Терра Терра Мы К Терре Пролуем Терра Инкогнито Земля Обетованная Земля Неизвестная И Вот Он В Награду Высыпает Блоки Каких-то Сигарет Черная Смерть Блэк Бэд Так Я думаю Что Такая Джинсуха Была Какой-то Тоже Торговая Марка Он Обманывает И Не Краснеет Потому Что Привык Это Делать И Потому Что Те Кто Его Научили Это Делать Скорее Всего Делали Это Тоже Профессионально Главное Убедить Что Мы Двигаемся В правильном Направлении Можно Говорить В этой Черной Комнате Есть Черная Кошка Вам Надо Ее Найти А Вы Бегаете По Этой Комнате Ничего Не Видно И Вы Надеетесь Услышать Мяу 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 Но Этого Мяу Никогда Не Будет Потому Что Ее Там Нет Просто Ее Все Бесполезно Искать Животное В черной Комнате Черного Цвета Вообще По идее Это Не Очень Удобно И бесполезно Искать Там Нет Никого Смысла И Толка Смысл Есть Только В том Что Вы Тратите Время Потому Что Делают Это Все Остальные И Вот Остальные Они Плывут На Этой Барже И Тоже Говорят Слушай Ты Почем Черную Смерть Попал Да Я У Этого Попупал Дилер А Я У Этого Я Хочу Вдохнуть Ваш Язык Жизнь И Для Этого Существует Тот Курс Который Я Разработал Когда То В далеком 94 Году Я Я Никогда Не прекращал Преподавать Английский Так Как Его Необходимо Преподавать Потому Что Мой Первый Клиент Уже Отказался От Переводчика Уже Отказался С ним Поехала Тернокожая Девочка Переводчик Он Ее Послал По Магазинам Гулять И Сам С Этим Мэром Города Провел Все Мероприятия Связанные С Обменом Опыта Вот И Меня Это Удохновило Потому Что Раншедер Об этом Не Учитывал Сейчас Когда Многое Пересмотрено Многий Мусор Который Просто Существовал Комплейт Трэш Гарбэдж That Used To Be In The System Has Been Тран Away Out Of The Course Он Уже Покинул Этот Курс И Уже Давно Очень Давно И Поэтому Те Кто У Меня Занимались Когда Либо И Просто Применили Это Хоть Раз Они Знают Какое Это Счастье Говорить На Одной Волне Собеседником И Знаете Вот Большинство Ну Там Ну Если Большевизм От Большинство Да Вот Большинство Оно Вроде Как Говорит Какую-то Истину Да Она Может Печат на Эстине Поставить Вывесить Постер Растиражировать Вот Это Есть Вот Тера Действительно Существует И Мы Примерно Знаем Где Она Есть Но Мы Куда То Двигаемся Мы Двигаемся Идем По Кольцевой И Пытаемся Попасть Куда Ни На Молодежку Или На Первомайскую Не Получится На Кольцевой Этого Просто Нет Двигайтесь По Кругу Мы Тоже Двигаемся По Кругу Но Вперед Время Это Спиральная Структура Потому Что Без Витков Опыта Ничего Не Достичь Но Когда Это Просто Линейное Движение По Кругу Мы Понимаем Что Если Вы Будете Там Проезжать Станцию Киевскую Или Допустим По Другую Станцию Курская Или Парк Соответственно Мира Там Проспект Мира Этот Ну Или Там Добренинская Что Будет Вот Те Станции Кольцевой В Одно Это Время И В Разное Время И В Другое Время Вот Сегодня Завтра И Вчера Это Вроде Как Другая Станция Потому Что Она В Другом Времени Находится Но Когда Говорят Другое Время Ну Например Вы Вы Выходите На Берег Черного Мора И Говорите Что Какое-то Море Другое Да Но Это Не Другое Море На Карте Другое Понимаете Это Не Много Морей Это Одно И Тоже Море Просто При Разной Экспозиции При Разной Погоде При Разном Солнечном Свете При Разном Количестве Посещения Туристами Разное Время Года Но Это Одно И Тоже Море Вот И Время Так Так Же Как Море Это Сфера Не Пытайтесь Найти Начало И Конец В Этой Сфере Как Правило Это Ничем Хорошим Не Заканчивается Когда Мы Ищем Начало Жизни Своей Или Смерть Человек Ищет Где Точка Моя Смерть Я Хочу Знать Когда Это Состоится Нет Самое Истинное Счастье Находится При Настоящем Моменте Потому Настоящий Момент Он Всегда Смежная Точка Безразмерная Точка Между Прошлым И Будущим Именно Он Называется Жизнь Этот Миг И В жизни Мы Счастливы А Все Остальное Это Наши Прогнозы Так Скажем Романтика Воспоминаний Или Вдохновение Будущего Мой Курс Не Пестрит Философией Настолько Потому Что Философия Только В этих Лекциях Вы Приходите Мы Делаем Ремесленную Работу Но Ту Которую Не делают Остальные Очень Многие Люди Вот Эти Задачи Вообще Не Тренируются Я Говорю Как Сделать Ду Нет Подождите Ду Вот Найк Ники Да Джаст Дуит Просто Сделай Это Так Ду Вы Как Пеете Сделай Или Делать А Это Разные Вещи Я Видел В интернет Человека Который Вещает Такие Вещи Такие Странности Что Ду Это Оказывается Нефинитив А Что Вообще Инфинитив Да Ин Отрицетная Представка Инфинити От слова Finish Бесконечность Как бы Не имеющая Конца Да И в этом Инфинитиве Вы Не найдете Ни настоящего Ни прошлого Ни будущего Это Выправление К событию Но не Само Событие Настоящего Ни какой там Чистой Первой Формы Не может быть Потому что Настоящего Нет Во В слове Делать Нет Настоящего Оно Потенциально Может быть Настоящего Мы же Понимаем Что Маршрут С точкой Назначения Допустим В Какой-то Город В Санкт-Петербург Это Куда А Санкт-Петербург Это Что Так же Как Направление К событию Это Лишь направление К событию Самое Главное Ключевое Слово Направление Это Но Он Берет Выкидывает Это И Говорит Ду Это Делать Потому что Он в словаре Такие вещи Видел А в словаре Если бы Каждый глагол Сносили Не сэкономили Бы столько Типографской Краски Лазарной Печати Вы знаете Что Существует Реальный Навык Как он Достигается Через Практику Долгую Долгую Практику В моем Курсе Оптимизировано Это так Чтобы Вы Не находясь За рубежом Гораздо С большей Скоростью Овладели Навыком Говорения Выражения Собственных Мыслей По-английски Я вас учу Не для того Чтобы вы Экзамены Сдавали А для того Чтобы вы Каждый день Сдавали Экзамен Жизни В англоязычной В англоязычной Среде Если вы Хотите Если вы Этого Захотите Вы Географически Окажетесь И вы Для себя Будете сдавать Экзамены Сами Себе Будете Ставить Оценку Потому Что Я их Не Стану Я не Сдаю Этих Тупых Домашек Потому Что Они Существуют По Инерции Понимаете Учительница Как В детстве Детстве Учительница Говорила Мне Сделай Домашнюю Работу Домашняя Работа Я Пришел Цветы Полить Это Касается Дома А Что Касается Образования Я Оттуда Ушел И завтра Вернусь Туда Домашняя Работа Просто Ради Домашней Работы Не Делается Для Закрепления Навыка Хорошо Научно Педагогически Дидактически Существует Закрепление Навыка Зачем Не Делать Домашнюю Работу Если Я Уже Понял Эту Тему И Доказал Это На Практике Для Того Чтобы Вы Опять же Я Могу Порекомендовать Вам Чем Заняться Но Я Не Говорю Сделай Вот Это Вот Это И Вот Это В данном Случае Я На Уроке Своем Директор Ваш Тоже Все Относительно Очень Притянуто За Уши Направитель От Слова To Direct Направлять Но Вне Урока Это Ваше Свободное Время В котором Мы Взаимодействуем Косвенно И Если Вы Научились Что-то Вдохновляющее Делать Во время Занятия Это Обязательно Придет К вам В мыслях Между Уроками Где-то Может Быть В каком-то Коридоре Ждать Пока Кабинет Освободится Следующая Ваша Будет Очередь И Вы Пока Во время Ожидания Во время Молчания Размышления Вот эти рефлексии То Что Мы Видим И Слышим И Делаем А потом Это Отражается Воспоминаниями Анализом Да Самоанализом И Вы Анализируя Ваш Новый Опыт Вдохновленные Эти Могут Как Классно Звучит Почему Я Это Никогда Не Делал Раньше А почему Я Раньше Не Приходил На Эти Курсы Я Говорю Опять же Я Повторюсь Вам Не Важно Насколько Моя Картинка Сейчас Презентабельна Или Нет Нет Ну Я Конечно Не Буду Долгами Все Забрасывать Там Напьюсь Там Или Там Я Не знаю Еще Что-то Сделаю Не Очень Приятное Да Скажу Нет Такого В нашей Жизни Как Б Хватает Идиотизма Да Все Рассчитывает На Одно Приходит А там Другой Результат Совсем Или Наоборот Здравствуйте Начнем Урок Это Как бы Программа Время Здравствуйте Товарищи Колосятся хлеба На Полях Барянчины Вы Это Вы это Слышали Да Когда-то Может быть Где-то В ретроспективе Но Это Новость Ни о чем Знаете А вроде Как Все нормально Все Так Практикулярно Положено На Все Да Вроде Как Наложено Такое Воспроизведение Всего В порядок Такая Мантра Чтоб Все Хорошо Да Может Как Начиналось Что-то Лучшее Да Я имею Ввиду Человек Он Любит Не стоять На месте Двигаться За одной Целью Я Вам Рекомендую Пройдите Курс Английского Языка Для того Чтобы Говорить По-английски А не Пройдите Курс Английского Языка Знаете На многих Может быть Курсах Были Вы проходили Эти курсы Проходили Вот Именно Проходили Мимо Этих Курсов Мы Здесь Уже Были Так Хорошо Что-то Помню Крупицы Какие-то Но Не ради Них Не покупается За деньги Денег Стоит Важная Информация Ноу Хау Ваш Опыт Сколько Опыта Вы получили За последние Курсы Английского Языка Вы Просто Измерьте Что Можно Купить На Деньги Курсы Английского Языка Пообщались С товарищами По Несчастью Объединенными Одной И той Же Целью Которая Не Реализуется Хорошо Хорошо Провели Время В компании Таких Людей Которые Тоже Изучают Английский Да Знаете Ли Английский А зачем Вы Смотритесь Тогда Это Видео То есть И этот Канал Собственно Переключайтесь Тогда Там Я Не знаю На Популярных Медийных Персон И Они Вам Тоже Что Ни Ватрут Но Я Не Втира У меня Более Интересная Задача У меня Другие Задачи Вот Каждый Раз Когда Говорят Как Вы Относитесь К Этому К Этому К Я говорю Просто У нас Разные Задачи У него Пропиарится Там И так Далее Ходы Задачи Какие-то Или Чтоб Люди Вершкову Нахватались И Хоть Что-то Там Смогли У меня Задача Дилетантизмом У меня Задача С Первого Урока Наметить Тотальный Успех Тотальный Успех Вашем Английском Хотите Приходите А с вами Был Алика Ванилова На канале QS Английский Язык Мои Контактные Данные Находятся В описании Этого Видео Если Так Вот Кратко Есть Ватсап Есть Телеграм И Они Отображаются На Экране Телеграм Сто Процентов Это Ближе Всего И Скайп Тоже И Если Ваша Мечта Вам Дается Она Всегда С ресурсами Которые Необходимы Для Ее Воплощения Я Эти Ресурсы Я Ими Делюсь С вами То есть Я Делаю Вам Работа Начинается Сейчас Глубокая Ночь Я Записываю Это Видео Но Мне Интересно Я Чувствую Вашу Будущую Обратную Связь И Когда Все Это Происходит Вы Видите 20% Меньше Вы Заплатите Используйте Эти Деньги Для Себя Может У вас Детей Которые К Школе Готовятся Купите На Эти 3000 Учебников Дополнительных Это Ваше Дело Купите Какой Нибудь Еды Искалите В Какой Нибудь Ресторан И Далее То есть Используй Для Себя Вместо 15 1000 12 1000 За 15 Занятий Это Полный Курс Никаких Разбивок Никакого Торка Реально Больше Потому Что Это И так Смешно Со Стороны Смотрится Ну Есть У нас Гламурное Ценообразование Которое Вроде О Это Маметон Вот За Такие Цены Подавать Курсы Английского Или Да Человек Машего Уровня Может По 50 Бакс Я Могу Но Понимаете Я Всегда У У меня Есть Совместное Мышление С Человеком Которым Я Буду Работать Я Не Хочу Чтоб Он Думал Сколько Минут Сейчас Прошло Я хочу Чтобы Он Думал Насколько Он Умнее Стал Ну Я Не То Что Умнее А Опытнее В Языке Потому Что Моя Цель Не Сделать Вас Умными Моя Цель Тот Интеллект Который У вас Уже Есть Оптимизировано Направить На Освоение Английского Языка В Самые Кратчайшие Сроки Потому Что Мы Не Ищем Теру Мы Знаем Где Она Есть Мы Уже На Этой Земле И У Нас Все Получается У меня Нет Неудач Таких Я говорю А что Вы Не Можете Выучить Нет Я Таких Вещей Не Говорю Вы Просто Осваиваете То Что Можно На Пальцах Буквально Объяснить Знаете Палец Вверх Если Хотите Нажмите А Вот Этот Палец Тоже Вверх Второй Первый Второй Вы Знаете Разницу Между Первым И Вторым У У Нас В Курсе Эти Цифры Только Одно Обозначают В Настоящее Время Прошедшее Время Первый Номер Платформа Земля Под ногами Второй Номер Будущность Раз Фонарик Зажгли Сейчас Нет У меня Совой Ну Тут Зажигайте Она Раз Сверкнула В будущем Ваша Мечта Стану Англоязычным Визуализируйте Ее Как Это Произойдет А я Лишь Средство Вселенной Которая Я Раб Этой Вселенной Грубо говоря В какой-то Сфере Для Для того Чтобы Я прихожу Тогда Когда вам Действительно Нужно Обладеть Английский В своей Профессии Я прихожу Тогда То есть Или вы Приходите Каким-то Каким-то Образом Мы Встретились Вы Как-то Получилось Так Что Вы Смотрите Это Видео Сейчас Наверное Что-то Правильно Идет В этом Мире Да Хотя Я Не Ищу В этом Мире Никакой Справедливости Здесь Нет Никакой Правды Справедливости В этом Мире В нашей Реальности Есть Позитивная Негативная Составляющая Из этих Двух Ингредиентов Люди С разных Пропорциях Сами Выкраивают Свою Жизнь Насколько Она Светлая Или Темная То есть Я Не Моралист И У меня Нет Преференции Навязываемых Понимаете Я Просто Говорю О том Что Как Мистер Вулф В этом Фильме Пришел Организовал Ушел То есть Получил Свой гонорар Ушел А результат Какой Да То есть Марселас Уоллес Где-то Там Доволен Тем Что Ничего Не нарушило Его планы И всего Лишь за полчаса Все сделано Потому что Появился Человек Который Ничего Не сделал Сам Абсолютно И я Ничего Не буду Делать За вас То есть Вы будете Говорить По-английски А я вас Корректировать Это Тренировка Такая Потому что Учиться Плавать На берегу Это одно А вы Научитесь Летать Как Дельфин Стрейнлайн Это Довольно-таки Интересное Занятие Любовь Всей Жизни Это Работа Когда-то Я Впервые Почувствовал Это То Такой Я Ушел А он Умеет Делать Это А Раньше До Меня Не Мог Это Здорово Вот Чем Состоит Задача Преподавателя Сейчас Задача Типичного Учителя Вроде Как С его Стороны Та же Самая Он Любит Свою Профессию Часто Но Этим Спекулирует И На Его Труде Меняют Приоритет Этих Задач И Говорят Вот Надо Сделать Так Чтобы Мораль Была Вот Такая Вот Такая Такая Например Я Не Моралист Я Не Говорю Вам В Этом Не Участвуете А Вот Это Мне Вообще Не Нравится Там Так Далее Какая Разница Что Мне Нравится А Что Не Нравится Язык Это Инструмент Которым Можно Выражать Все Что Угодно Все Что Захотите И Я Этот Инструмент Вам Даю Купили Вы Например Бензопилу В Магазине Да Вы Можете С помощью Дерево Обработкой Заниматься Это Ваш Выбор Ну Я Не Моралист Который Говорю Вам Не Покупай Бензопилу Потому Что Ты Знаешь Что Я Видел Такой Фильм Ужас Бензопилу Бензопила Там С Называется Часть Первая Вторая Третья И Это Довольно Плохо Закончилось Купить Лобзик Маленький И Долго Долго Этим Лобзиком Нет Я Этого Не Говорю Вам Вы Просто Вы Решили Это Купить Я Вам Этот Навык Продам Это Инструмент Это Язык Мощнейший Инструмент Который Может Влиять Не Только На Вашу Жизнь На Изменение Мира Вокруг Вас Пускай У Вас Все Получится А Я Знаю Что Получится Если Ко Мне Кто Пришел То Я Эту Проект Реализую Я Буду Долго Материализирую Долго Долго Вы Долго 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 Канон Долго 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 Увидимся